Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новинку от компании GAN. Это магнитный Mirror Blocks. Кубик довольно интересного цвета и переливается от синего к фиолетовому. То есть каждая сторона у него двухцветная. Кубик действительно красивый и также он обладает довольно интересными свойствами. Он магнитный, он очень быстрый. Это полноценный скоростной Mirror Blocks. И также в конце этого видео мы рассмотрим еще одну новинку от компании GAN. Довольно маленькую, но тем не менее довольно интересную. Также смотрите ролик до конца. А мы перейдем к обзору Mirror Blocks от GAN. GAN Mirror M. Довольно непривычная упаковка для GAN. Здесь она твердая, плотная, а в верхней части коробки она мягкая и проминается. В принципе вот этот кармашек тоже необычный. В всяком случае я не помню, что в кубике GAN упаковывали таким образом. Но давайте рассмотрим, что находится внутри. Упаковка действительно очень необычная. Она раскрывается как цветок. То есть вот аккуратно как цветок раскрывается. Интересно, очень интересно. Здесь у нас находится кубик стандартной коробочки от GAN. Кстати, такие коробочки использовали на старых кубиках GAN. В новых кубиках уже другие коробочки. Окей. Смотрим дальше. Здесь больше ничего нет. Здесь находятся скорее всего какие-то аксессуары. Я слышал, что там скорее всего только отвертка будет находиться. Смотрите по звуку. Да. Только отвертка и инструкция. Окей. Комплектация довольно скудная. Ну а что еще нужно в Mirror Blocks? Идет отвертка уже хорошо. Потому что если бы не было отвертки, я бы даже не удивился. В инструкции нам рассказывают, как собирать Mirror Blocks на китайском и на английском языке. Окей. Собирать мы его так умеем. Выглядит очень красиво. Синий-фиолетовый переливается. Действительно красивый кубик. Здесь цвет металлик, я бы сказал. То есть вот так он выглядит синим, а вот так он выглядит фиолетовым. Очень красиво переливается. Этот назначен самым красивым Mirror Blocks тех, что я видел. Хотя видел довольно много разных. И зеленый, и синий, и черный, и золотые, и серебряные. Но вот таких красивых я еще не видел. Но самое интересное, как он будет вращаться. И, кстати, он должен быть магнитным. Магнитный Mirror Blocks. Это супер непривычно. Это супер необычно. Очень интересно, как здесь расположен магнит. Но я подозреваю, что они находятся внутри крестовини. Точно так же, как в GAN 11 и в GAN 12. Но это очень интересно. Так, давайте пробуем его быстро поворачать. Это так круто! Я просто не мог представить, что Mirror Blocks может так вращаться. Вот мой стандартный Mirror Blocks, с которым уже лет 5. Он, в принципе, очень даже неплохо вращается. Но совсем не так, как тот Mirror Blocks, который мы сегодня рассматриваем. То есть он, в принципе, неплохо вращается. На нем можно выполнять формулу, даже не путаться. Но этот Mirror Blocks, это что-то совершенно другое. Так, непривычно, что Mirror Blocks может вращаться настолько хорошо. Так, мы сейчас посмотрим, как он встроен. Но мне он уже нравится. Мне нравится, как он выглядит. Мне нравится, как он вращается. Теперь посмотрим внутреннее строение. А купить кубики от компании GAN не только. Вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок. В этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики Рубика. От 2х2 до 21х21. Любые модификации этих кубиков. И все, что связано с тематикой спидкубинга. И множество других интересных и необычных головоломок. Вот, кстати, Mirror Blocks от другой компании. Стоит всего 342 рубля. Да, по сравнению с GAN очень дешевый. Но, тем не менее, довольно интересный Mirror Blocks. У меня вот именно такое есть. Вот точно такое же. Чаимофанги. Серебристый. А также с Кьюбы, Мегаминксы, часы Рубика, Сквайры. И при каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть кубик брелок, смазка для кубика и даже Mirror Blocks. Все будет зависеть от вашего заказа. Но подарок вы получаете каждому заказу. В описании оставлю ссылку на магазин CTC Store и на их группу ВКонтакте. Где вы можете узнавать о новых акциях и распродажах. Открывать, наверное, будем центральный элемент с логотипом GAN. Аккуратно поддеваем. Кстати, мне интересно, на разных сторонах крышки разные или нет. Потому что на стандартном кубике, на самом тонком слое, крышка имеет вот такую форму. На самом толстом слое, крышка имеет другую форму. Мне вот интересно, в кубиках GAN крышки будут одинаковые или нет. Я подозреваю, что одинаковые. Потому что нет смысла их делать разными. Нет, они разные. Здесь также они разные. То есть, в обычных кубиках, самых дешевых, они вот так различаются. А на кубиках GAN они вот так различаются. Тоже разные. Интересно, кстати. А если возьмем средний слой, вот такой, например. Вот здесь тоже получается высокая крышка. То есть, у нас тонкая крышка только на одном слое с логотипом. То есть, да, здесь одинаковые крышки уже. Ладно, крышки это не так принципиально, но тем не менее, мне все равно было интересно посмотреть на это. Кстати, мне интересен еще один момент. Дело в том, что в обычном кубике у нас есть полосы. Если мы центральный элемент неправильно поставим, он у нас будет стоять вроде бы на своем месте, при этом будет развернут. Мы будем видеть, что кубик разобран. То есть, если мы поставим вот так, кубик вроде бы собран, но полос направлен в другую сторону. Соответственно, нам необходимо выполнить два T-ферма для того, чтобы воссоздать нужную картину. Вот здесь, по идее, будет такая же ситуация. За счет того, что кубик переливается синим-фиолетовым, у нас может возникнуть такая же ситуация. То есть, вот сейчас он правильно собран. Мы видим синий, наклоняем, видим фиолетовый. Вот сюда синий-фиолетовый. А если мы повернем центральный элемент, возможно, у нас будет такая же картина. Давайте попробуем. То есть, если мы развернем... Вот так, пока не буду стоять до конца. Нет, пока еще синий-фиолетовый. Разворачиваем дальше. Нет, здесь такая картина невозможна. Я думал, что она будет, но ее нет. Не Маглев, конечно, хотя можно было сделать... Нет, нельзя было сделать Маглев, потому что эта сторона слишком тонкая. Но, тем не менее. По идее, у нас магниты будут находиться в крестовине. Сейчас проверим. А, у нас здесь магниты. Ничего себе. Вот этого я не ожидал. У нас магниты, получается, здесь находятся. Между этими элементами, между тонюсенькими элементами, у нас находятся магниты. Это очень интересно. То есть, у нас эта часть не распадается. Если бы не было магнитов, она бы распадалась. Потому что я предполагал, что магниты будут в крестовине находиться. Кубик, конечно, очень красивый. В механическом плане он действительно аккуратно сделан. Да, здесь нет сот, как в остальных кубиках Ганн. Но, окей, и без них обойдемся. Здесь есть небольшие направляющие. Их еще называют рельсы. Но самих сот нет. Давайте посмотрим, как выглядят элементы. Вот так у нас выглядят элементы. То есть, по сути дела, это обычный кубик Рубика, у которого некоторые стороны смещены относительно центра. То есть, эту сторону мы нарастили, эту сторону сократили, эту немного сократили, эту стали стандартной. С этой стороны мы тоже нарастили, с этой стороны сократили. И таким образом у нас получается Mirror Blocks. Внутри это самый обычный кубик Рубика. Но в данном случае это магнитный Mirror Blocks. И это очень интересно. То есть, в таком маленьком элементе у нас поместились магниты. Да, конечно же, в кубиках 7х7 тоже элементы маленькие, там тоже помещаются магниты. Но, тем не менее, для Mirror Blocks это что-то необычное. Давайте разберем самый маленький элемент этого кубика. Я когда выкручиваю, он сразу же начинает выдавливаться. И в этом маленьком элементе 3 магнитика. Да, опять же, в кубиках 7х7 элементы еще меньше, и там помещается магниты. Но, тем не менее, это очень интересно. Маленькие магнитики в маленьком элементе в кубике Mirror Blocks от GAN. То есть, у нас получается в каждом уголке по 3 магнита, и в каждом ребре по 2 магнита. Довольно непривычный центральный элемент, он очень тоненький. Я, кстати, совсем недавно, буквально пару месяцев назад, снимал видео о том, как устроен Mirror Blocks. В формате шорса, но, тем не менее, снимал, когда у меня еще не было этого кубика. Я знал, что он уже вышел, как раз собирался его заказать, и снял видео о том, как устроен Mirror Blocks. Мне, на самом деле, очень нравится цветовое решение для данного кубика. Синий с фиолетовым. Фиолетовая основа. Очень интересно выглядят центральные элементы с этими шляпками. В общем, мне кубик однозначно нравится. Давайте соберем этот кубик, и таким образом у нас получится небольшая обучалка по Mirror Blocks. Можно собирать двумя способами. Либо найти самый низкий элемент, в данном случае это элемент с логотипом Gun, и от него отталкиваться. Либо найти самый высокий элемент. Мне всегда удобнее было находить самый высокий элемент. Находим самый высокий. Этот выглядит высоким, при этом ребра есть выше, чем этот элемент, соответственно, он не самый высокий. Здесь тоже есть ребра выше, чем этот элемент. Здесь нет. И здесь, соответственно, самый высокий элемент. Его также можно просто найти, если посмотреть на логотип Gun. Напротив него находится самый высокий, потому что он самый низкий, здесь самый высокий. Одно ребро стоит на стороне самого высокого элемента, но здесь он не совпадает по высоте. Соответственно, вращаем дальше, здесь совпадает по высоте. Один элемент мы поставили. Находим следующее ребро. Вот это ребро тоже выглядит высоким, можем проверить. Да, оно действительно высокое, нужно поставить его только на свое место. Здесь оно не подходит, мне кажется, вот здесь оно будет подходить. Поэтому поднимаем наверх, перегоняем в свою сторону и ставим на самый высокий уровень. Здесь подходит, здесь подходит, здесь проверяем. Не подходит, потому что здесь центральный элемент выступает. Опять же, перегоняем свое место и ставим туда, куда нам нужно. Есть. И находим еще один, последний, четвертый высокий элемент. Вот этот высокий, все вижу. Готово. Мы собрали крест, как и в обычном кубике Рубика, теперь оставляем углы. Вот этот угол кажется довольно высоким, и как будто он должен именно в этом месте и стоять. Давайте проверим. Да, подходит. Уголок один поставили, ищем следующий уголок. Вот этот уголок, мне кажется, должен здесь стоять. Либо здесь, по-моему, здесь должен быть. Либо здесь он будет стоять. Есть, поставили уголок. Смотрим дальше, вот этот уголок вроде бы здесь должен стоять. Есть. И последний уголок. Готово. Мы собрали один слой, как в обычном кубике Рубика. Единственное, что мы смотрим не на цвет элемента, а на его форму. Также мы поставили одно ребро. Дальше мы смотрим. Опять же, можно создавать пары, как в обычном кубике Рубика. Но мне для того, чтобы не путаться, проще это быстрее так делать. Так, смотрим дальше. Вот здесь сопоставляем по высоте. И, соответственно, этот элемент будет либо сюда наклонен, либо сюда наклонен. Судя по всему, он будет наклонен вот сюда, потому что здесь по высоте он совпадает. Соответственно, он явно будет связан с этим центром. Поэтому наклоняем его сюда. Есть. Поставим свое место. Мы собрали уже два слоя, как и в обычном кубике Рубика. Теперь нам необходимо собрать крест на верхней стороне. У нас два элемента лежат, так как нам необходимо, потому что это у нас самая плоская сторона. А два элемента торчат. Соответственно, нам необходимо их развернуть. И смотрим, что у нас получается. Мы собрали крест. Теперь у нас выпирают элементы. Один, два, три. Это углы, которые нам тоже необходимо развернуть. И давайте смотреть, в какую сторону нужно их разворачивать. У нас получается, этот угол необходимо развернуть вот в эту сторону. Этот угол вот в эту сторону. И этот угол в эту сторону. Соответственно, у нас получается вот такая формула. Есть. Мы развернули все углы. И у нас получается уже плоская сторона. Теперь нам необходимо поменять местами ребра и углы. У нас это ребро, если стоит на своем месте. Давайте, для того, чтобы не путаться, выполним T1. А там посмотрим, что из этого выйдет. Есть. Два угла стоят на своих местах. Вот это нужно сюда поставить. У нас все элементы стоят на своих местах, кроме трех ребер. Нам необходимо поменять их местами. Это делается формулой Uperm. Здесь лучше всего выполнять на левую сторону. Мне удобнее направо, просто для того, чтобы не запутаться. Поэтому я сделаю ее два раза. Есть. И еще один раз. Готово. Мы собрали Mirror Blocks. Собирается он, как видите, как и обычный кубик Рубика. Но нужно смотреть на форму элементов. Головоломка совершенно несложная, если умеете собирать кубик Рубика. Но вот этот Mirror Blocks мне нравится намного больше, чем стандартный Mirror Blocks. Он, конечно, очень интересный. А также, как я обещал в начале видео, у нас сегодня будет еще одна головоломка. Это тоже новинка от GAN. Мини-кубик. Давайте на него посмотрим. Мне понравилось то, что это не обычный мини-кубик-брелок, как все остальные, а мини-кубик-брелок в коробочке. Давайте посмотрим. Так, нужно его распаковать. Для этого необходимо разрезать. Вроде бы обычный кубик-брелок, но не все так просто. Это кубик-брелок в коробочке. Кстати, она заблокирована. Пока вы не снимете цепочку, у вас в коробочке не откроется. Соответственно, для того, чтобы решать кубик... Кубик очень хорошо вращается. Я не ожидал, кстати, этого. Я прям этого не ожидал, честно говоря. Мне, кстати, интересно, он разбирается или нет. Судя по всему, он без пружинок. Да, он, скорее всего, не будет срезать углы. Хотя нет, небольшие углы срезает, но, судя по ощущению, здесь нет пружинок. То есть, он, скорее всего, собран так, чтобы невозможно будет разобрать. Здесь, судя по всему, крышечки несъемные, соответственно, вы не сможете его разобрать и отрегулировать. Еще интересно то, что у нас здесь не наклейки, это маленькие плиточки. Я не помню, кстати, кубик от Ганн, где были пластиковые плиточки. Обычно так делает компания Рубикс. А, кстати, точно, Ганн Рубикс. Сейчас покажу. Кубик Ганн Рубикс. Кстати, с автографом самого Рубика. Он не подписал этот кубик на соревнованиях в 19-м году. Это кубик, который выпускала компания Ганн по заказу компании Рубикс. Кстати, вращается он чуть-чуть даже неплохо. И здесь, в отличие от других кубиков Ганн, как раз-таки плиточки. Кубик у меня уже довольно старый, затертый, но зато с автографом Рубика. Он мне подписал его лично. И, кстати, после того, как он меня подписал, я этот кубик больше не собирал, не разбирал. Я его как поставил на полочку, так он у меня и стоит. Здесь даже пыли покрылся. Обычно кубик-брелок выглядит как-нибудь так. То есть у нас цепочка крепится прямо к самому кубику. И во время сборки вам необходимо либо снять цепочку, либо с ней решать, либо у нас выпирящая какая-нибудь деталь. Но в целом, кстати, этот кубик вращается очень даже неплохо. И он, кстати, по-моему, регулируемый. В отличие от кубика от Ганн. Давайте попробуем. Да, он регулируемый. Здесь есть пружинки. То есть в данном случае этот кубик выигрывает кубику Ганн. Но, тем не менее, как игрушка довольно интересно. Само собой, не стоит его рассматривать как полноценный кубик, который будет собирать на скорость. Но, тем не менее, интересная игрушка. Выглядит круто, во всяком случае. Да, я ожидал того, что он будет чуть лучше вращаться. Неплохо, но вот этот кубик супер дешевый, Tiny Bread, по-моему, называется, Ачиима Фанги, вращается ничуть не хуже. Единственное, что здесь форма не особо удобная. Но, тем не менее, вращается он не хуже. Вот такие две новинки от Ганн. Пишите в комментариях, какой кубик вам понравился больше. Mirror Blocks или маленький кубик-брелок? Подводя итоги, могу сказать, что это однозначно лучший Mirror Blocks из тех, что сегодня существует. Но стоит учитывать еще и тот факт, что он довольно дорогой. За стоимость этого Mirror Blocks можно купить как минимум 5 Mirror Blocks от компании Чиима Фанги, который будет хуже, но, тем не менее, тоже хорошие кубики. Здесь уже выбор за вами. Либо купить однозначно лучший Mirror Blocks из тех, что сегодня существует. Если вы участвуете в соревнованиях, то, конечно же, выбор очевиден. Если вы хотите просто научиться собирать Mirror Blocks, можете покупать самый дешевый, он тоже хорошо вращается. И как просто интересная головоломка, вполне подойдет. Но, если вы хотите лучше, то это однозначно данный кубик. Что же касается кубика-брелока, он интересно выглядит. Однозначно лучше, чем Tiny Bread. Мне он больше нравится, но вращается хуже, чем Tiny Bread. Немного, но хуже. Так что, опять же, если вы хотите собирать его постоянно, то, конечно же, Tiny Bread. Если использовать в качестве брелока, мне нравится больше вот этот вариант от Gun. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так не забудьте подписаться на мой лайв-канал, ссылка на него будет в описании. Также в описании будут ссылки на мой дзен, на мой телеграм-канал и на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.